Новый рабочий день Алексея Никишина начинается с осмотра новой техники. Студент четвертого курса агропромышленного колледжа проходит практику. После защиты диплома планирует остаться здесь работать. На новой технике ездить одно удовольствие, делится он. В салоне кондиционер и есть музыка. Даже в городском автомобиле не так удобно, добавляет будущий механизатор. Техника отличная, конечно, только работать и работать. Зарплаты тоже не обижают, сколько обещали, столько платят. Для выращивания свеклы в этом году Заянский сахарный завод закупил техники на 70 миллионов рублей. Новые мощные тракторы для обработки земли. Четыре машины за один день проходят почти 300 гектаров. Чтобы довести землю до такого состояния, раньше приходилось выполнять четыре операции. Новая техника делает это за один проход. Выращиванием свеклы занимается агрофирма Тубенкама. В Нижнекамском районе она арендовала более 5000 гектаров земли. Водители работают в две смены. За полмесяца уже обработали более 50% земли. Говорят, что на старой технике на это ушло бы все лето. На это в четыре раза больше можно сделать. В четыре раза? Да, и меньше устанешь. Сейчас для полноценной работы в агрофирме набирают квалифицированный персонал. Механизаторы, естественно, нужны со всеми категориями. И категория должна быть на К-700, не только на МТЗ школу и на ДТШ. То есть таких механизаторов еще зимой будет обучение и приемка механизаторов на работу. Зарплата, по словам работников, не менее 35 тысяч рублей. Даже вне сезон специалисты без работы не останутся, обещают руководители. По вопросам трудоустройства необходимо обратиться в исполнительный комитет. Алмазка Шефрин, Атхарасов, Новости НТР.